Дорогие друзья, добрый день! Мы с вами продолжаем наше путешествие по замечательной выставке, которая развернута в залах Музея Модерна. Называется эта выставка «Новатор» и посвящена она архитектору и уникальному человеку Александру Зеленко. Нас с вами сегодня по этим залам вводит научный сотрудник Музея Модерна Елена Житкова. Елена, добрый день! В путь! Мы долго искали название для выставки к 150-летию со дня рождения Зеленко и подходило больше всего слово пионер, потому что он был первый во многих областях. Но потом все-таки остановились на новаторе. В чем его новаторство? Например, в архитектуре он разработал новую типологию зданий, культурно-просветительную. Он был один из первых, кто стал проектировать отдельно стоящие специальные культурные учреждения. В педагогике он основал первый в нашей стране детский клуб. Он его и построил, и организовал, и более того, методически все это описал, каким он должен быть. В педагогике он в 20-е годы участвует в эксперименте, в очень большом, и работает над изменением школьной программы, школьных планов. Публикует книги, переводит. Вот как раз в этой витре они представлены. В музееведении для музейщиков, особенно тех, кто работает с детьми, а ведь эта работа появилась, в общем-то, не так давно у нас, но еще в 20-е годы Зеленко публикует первую книгу по музейной педагогике. Она называется очень хитро «Детский музей в Северной Америке», потому что за ним была слава американиста. Он был один из первых американистов, именно как специалист, как ученый, который знал хорошо Америку и ее описывал. И он нам рассказывает, вот эта книга, предоставлена областной библиотекой, какие детские музеи в Северной Америке, отделы в больших серьезных музеях он встретил. Но там по этой теме маленькая часть. Все остальное это методическая разработка и архитектурные рекомендации, строительные, каким должен быть детский музей. И там есть все, что сегодня себе включает музеи, начиная от комнат для родителей, начиная от кафе, которые должны желательно быть в детском музее, комнаты для игр, комнаты для отдыха, комнат для творчества. Он все это описывает. В этом зале мы рассказываем о Зеленко ученым, потому что свои многочисленные путешествия, он не просто был как зевака, как праздный путешественник, он везде вел записи, он делал зарисовки. Если он на Алтае, он зарисовывает одежду алтайцев, он зарисовывает планы хозяйства, он зарисовывает жилища. Если он в Японии, он записывает танец, изучает танец, фотографирует именно японские танцы. Его интересовали очень много уличных фотографий, и тоже все это сопровождается записями. Но, конечно, большая часть его поездок была сосредоточена на Америке, на США. Его эта страна заинтересовала. Он считал, что очень много полезного американского опыта нужно извлечь. Прямо уже в 1906-1907 году появляются его первые публикации об американских школах, об американском самоуправлении. И в советское время, когда он вернулся, тоже его первые книги, начиная прямо с 1923 года, начинают издаваться книги. Это можно сказать, что в советское время это были первые книги по американистике. «Современная Америка» — это фактически его тревел-блог. Он описывает, как он ездит по заводам Форда, как он встречается с людьми, как он встречается с Букер Вашингтоном, с проповедниками. Книги «Современная Америка», американцы в своих клубах, где он рассказывает о их повседневной жизни. И вот этих книг было выпущено несколько, причем они переиздавались, но они переиздавались только в 20-е и в 30-е годы. Все, потом уже никогда никакие его книги не были переизданы. И вот здесь представлен его труд последний. Это уже труд, когда Зеленко было 70 лет, в годы войны, он писал рукопись, вот она перед вами, называлась «Черная Америка». «Очерк жизни негров США». Вот такое не совсем сегодня название, может быть, политкорректной, но тогда это было именно так, в 1947 год. Рукопись не была завершена. Вергена завершена, не была опубликована. Здесь можно посмотреть на эти страницы. Вот это то, что Калину Бут называла, с помощью ножницы клея. Это действительно так. То есть, когда название под иллюстрацию печаталось, вырезалось, приклеивалось, рисунок сначала на кальку приклеивалось, а потом все это фотографировалось. То есть, это огромная, колоссальная работа, все вот эти иллюстрации, которые он перерисовывал сам. Некоторые иллюстрации просто изумительные. Он еще выступает здесь как композитор, аранжировщик и сборник негритянского фольклора. Вот эти песни, вот каждая строка нотного стана – это отдельная мелодия, отдельная песня. Далее, вот эту мелодию, он ее раскладывает, аранжирует голос и аккомпанемент. Голос и аккомпанемент. Список вот этих негритянских песен очень многие. Это спиричус. Это, в общем-то, духовные песни, которые в церкви пели. Но, как правило, все они имеют какой-то такой бытовой текст. Там не только есть религиозный, но и человек, рабочие руки, добывая урожай на полях у белых. Зеленко занимали супруги танцем, движением. Анна Михайловна написала книгу, которая называлась «Массовые народные танцы», потому что это была такая альтернатива балету и поиск нового танца, идущего из народа, с народными какими-то корнями. Если мы говорим о Зеленко ученым, то его авторство как раз было в том, что он открыл во многом именно такую молодую страну, как Америку, для русского читателя, который мало о ней знал. Тогда еще не был совершенно популярный английский язык, все знали английский, немецкий. Люди ездили в Европу, и мало кто ездил в такие экзотические страны, как Зеленко в Новой Зеландии, Австралии, где он выступает с лекциями, о России людям рассказывает, и, конечно, в США, где он огромную работу просветительскую. Вот Петрушечный театр супругов Зеленко. Во время эмиграции они организовали Петрушечный теневой театр, где показывали русского Петрушку и русские сказки. Но здесь есть и герои, и современные, например, Чарли Чаплин, тоже он был в их арсенале. Кукольный театр – это то, чем они занялись в 1920-е годы. Еще не было театра Образцова, и еще не было тростевых кукол. Но потенциал игровой Петрушечного театра они тоже использовали. И таких новаторских сюжетов было очень много. Например, юнацкое движение в нашей стране началось не в 1918 году. Вообще историю Ленина Сокольников правильно называть Зеленко в Сокольниках. У Зеленко там был дом, там он еще в годы Первой мировой войны организовал Зеленую школу. Там учились дети, занимались дети будущего большевика Русакова. И Русаков в 1918 году сказал, а давайте в Сокольниках откроем на купеческих дачах Зеленую школу. И теперь лето 1918 года считается у нас началом детского внешкольного движения и считается началом двенадцатого движения. Туда в эти Сокольники приезжает Ленин, Новый год встречается, да, елка в Сокольниках. Вот очень известная советская история. Но на самом деле дети Русакова написали очень красочные воспоминания, как все начиналось и кто был первым. Ну, а пока неутомимый путешественник и исследователь Александр Устинович Зеленко странствует по миру, мы с вами вернемся в Самару и задержимся на несколько минут возле одного дома на Самарской же улице. Многие помнят этот дом, многие обращали на него внимание, даже не зная, что там сейчас находится. Слишком уж он красив и необычен этот дом. Тем более для улиц, которая не была в той самой старой Самаре центральной. Этот дом тогда еще городской архитектор Зеленко построил для себя самого, для себя и для своей семьи. Вот только жить ему в нем почти не пришлось. Жизнь сложилась иначе. И вместо того, чтобы встречать самарские рассветы и закаты в этом доме на Самарской, Зеленко снова пустился странствовать по миру. А вот дом остался и сегодня стоит на том же самом месте, на той же самой улице. Да и куда ему с нее уйти? Дом не путешественник, на поезд или на пароход не сядет. А в декабре 1985 года бывший дом Зеленко стал домом для самарских литераторов, которые и сегодня делят его со своими коллегами-журналистами. Эти кадры запечатлели открытие дома литераторов. Вот сейчас будет торжественно перерезан Леночка. Сейчас присутствующие скажут свои первые слова возле этого дома. Все они сейчас волнуются. Еще никто не привык чувствовать себя здесь хозяевами. Но потом эти волнения улягутся. И дом мечтатель Зеленко заживет новой жизнью. Жизнью литературы и журналистики. В письмах из Самары он пишет, очень нелезаприятно для самарцев, что круг общения очень тяжелый, люди скаридные, купцы вокруг него, конечно, считающие каждую копейку, возможно, не поддерживающие какой-то его полет и фантазию. Но тем не менее, ему здесь удалось построить очень много интересных зданий. Он построил земскую праву в русском стиле. Он перестраивал, конечно, это было по заказу, по заказу банка фасад, строил торговый дом для Пермяковых. И некоторые отношения продолжаются. Например, Сергей Пермяков, он его поддерживал. Есть финансовые документы, подтверждающие, что когда Зеленко организовал клуб Сеттлимент и собрал с московских купцов 40 с лишним тысяч рублей, это огромная сумма, весь клуб существовал на 2000 рублей в год. Он собрал на строительство, он спроектировал это здание, он его построил. Первый в Маринском районе был дом с водопроводом и электричеством. Это была рабочая окраина, это были трущобные районы. Рядом были фабрики, заводы, первый дом с электричеством с отоплением. Он все это сдюжил сам один, организовал. И самое главное, он собирал, умел собирать вокруг себя людей. И Пермяков ему, например, помогает. Еще один купец Щетинкин. Как правило, это такие поволжские купцы у них были в Казани, в Астрахани, отделение. Но тем не менее, эти люди, самарские купцы, понимали его потенциал, его зараженность вот этими идеями. И они его поддерживали финансово. То есть какие-то связи он сохранял в течение всей своей жизни. Но мы очень мало знаем о его работе в Самаре. К сожалению, у нас нет чертежей нашего дома, вообще нет никакой документации. Никаких чертежей не сохранилось по собственному дому Зеленко. Я думаю, одна из причин, что на батистовой основе вот эти чертежи, когда был голод, просто дома в тазу эту синюю кальку смывали. Из нее, из этих чертежей делали ребятам рубашки. Самарский период, он, конечно, очень мало изучен. Мы не знаем ни круга общения, ни родственного, в общем-то, круга. И самое обидное, что у нас нет ни одного фотографии, например, внутри этого здания. Нет ни одного свидетельства и нет ни одного чертежа. В этой витрине как раз представлена его диссертация, тоже имеющая такой стороноведческий характер. Это больничное строительство. В 75-летнюю диссертацию по больничному строительству. В годы войны ее пишут, остаются в Москве, работают в библиотеках, выписывают журналы. Новое больничное строительство в США, странах Западной Европы. Обобщает весь опыт, какие должны быть больницы. Вы посмотрите на эти рисунки. Это Леонардо да Винчи. Обмеряет человека, размеры, больничная, мебель, посуда, сидение, кресло. Все должно быть удобно, все должно быть эргономично. Вот этим он занимается, когда ему уже за 70 лет. Работает до последнего дня. Умирает на 82-м году жизни, 82 года, и есть воспоминания его учеников, где они пишут, что слова старик, старец к нему были неприменимы. Он работал до последнего дня, уже даже лежа в кровати. У него все равно лежала доска чертежная, и он чертил даже лежа в кровати. На этом мы завершаем наше путешествие по залам музея Модерна и рассказ об архитекторе Александра Зеленко. Не уставайте узнавать про ваш город. С вами был Михаил Перепелкин.